Ребята, всем привет! Разобрал недавно изготовленный центробежный компрессор, который я собирался ставить на автомобиль, чтобы надуть его и повысить мощность. Компрессор выдает давление до 0,2 бар. Это, как вы сами понимаете, очень уж маловато. Хотя до 20 процентов в теории можно повысить мощность ДВС. Но хочется хотя бы чуть-чуть увеличить этот показатель. Для этого я и разобрал этот компрессор. И в этом видеоролике мы будем его совершенствовать. Доработок тут не так уж и много. Я здесь уже сделал одну процедуру. Проточил направляющий аппарат. Можете заметить, что вот эти лучи теперь не доходят до крыльчатки. Было где-то вот так, практически вплотную. Если лопатки на крыльчатке находятся близко, это создает дополнительное сопротивление. И двигателю тяжелее вращать он не может выйти на большие обороты. Вообще, зачем я, ребята, заморочился на эти доработки? Просто обороты у двигателя должны быть по крайней мере 38 тысяч оборотов в минуту. У меня же при измерениях получилось 33 тысячи с этой вот крыльчаткой. Я брал самую большую крыльчатку, но нужно было взять крыльчатку поменьше. Тогда бы двигатель работал в оптимальном режиме. Были бы больше обороты. Немного меньше был бы расход из-за размера крыльчатки. Но она и так огромная. Чтобы вы понимали, насколько она огромная, я вам покажу в сравнении. Вот эта крыльчатка от обычного турбонаддува легкового автомобиля. В большинстве случаев устанавливаются именно такие маленькие крыльчатки. Правда, они вращаются до 200 тысяч оборотов в минуту. Из-за этого я и поставил большую крыльчатку, чтобы ее не нужно было так сильно быстро вращать. Потому что двигателя такого просто нет. И подшипников таких без системы смазки, чтобы работали, не существует. Здесь у меня же стоят обычные подшипники. Самые обыкновенные, с набитой смазкой. И они могут до 40 тысяч оборотов вращаться. Ребята, от слов к делу. Одну операцию я уже совершил. Вот она. Теперь мне хочется уменьшить эту крыльчатку. То есть сделать все условия, чтобы двигателю было легче вращаться. Уменьшать буду на пару миллиметров. Сильно много тоже нельзя гусарствовать. Потому что может здесь все нарушится, весь баланс. Все будет уже неправильно работать. Поэтому сейчас мы идем к токарному станку. Устанавливаем все это, протачиваем, а потом собираем и смотрим, что получилось. Моя цель увеличить обороты двигателя и посмотреть, что из этого получится. Какое будет давление. Сделаю оправку за одну установку. Насадим, проточим и будет нам счастье. Предварительно я замерил лопатки. Вот эти все. Они здесь одинаковые. То есть балансировка сильно уйти не должна. Здесь у меня не такие гигантские обороты. И здесь будет опора подшипника. То есть оно не на отдалении находится. Теперь нагреваю крыльчатку, чтобы она расширилась. И насажу на оправку. Будет небольшой натяг. Газ заканчивается. Пора заряжать баллоны, друзья. Должно быть нормально. Заточил очень остро резец. Будем превращать 100 миллиметровую крыльчатку примерно в 94 миллиметровую. Думаю, как-то так будет нормально. Резать буду не до конца. Вот этот диск останется, потому что на нем балансировка. Есть касание и по 0,5 миллиметра можно проходить. Уменьшил диаметр на 4 миллиметра. Снимаем крыльчатку. Для этого ее нужно лишь нагреть. И посмотрим, насколько изменятся характеристики. Давление и обороты. Всего лишь 4 миллиметра, ребята. Крыльчатка теперь 96 миллиметров в диаметре. Так, снимаем. Вот так. Все пошло. Вот что получилось. Диск я не трогал. Смотрим, как она ложится вот сюда. Зазор здесь еще больше получился. Но это в пределах допустимого. Все, ребята, собираем и пробуем, как она работает. Крыльчатка уменьшилась со 100 до 96 миллиметров. Налезла почти до упора. Вот так. Даже обратите внимание на таком длинном валу. На том, что здесь двигатель вот так установлен. На двух болтиках, в принципе. Оно, тем не менее, фактически не цепляется. Ну и вот так. Внешне ничего не изменилось, ребята. Как можете заметить. Все точно так же хорошо вращается без касаний. Ставим колпачок с манометром. Аккумы полностью заряжены. На мониторе у нас 50 вольт. Я уже проверил вращение. Вращается в нужную для нас сторону. Ну вот, настал час истины. Мы сейчас проверим. Для начала измерю обороты, а потом посмотрим давление. Ну и естественно, по току мы тоже можем что-то понять. Было 128 или 125 ампер. По моим предположениям, ток должен уменьшиться. Ибо крыльчатка меньше по диаметру, сопротивляется меньше, ток меньше, обороты больше, давление больше. Короче, одни плюсы. Пробуем, что у нас получается по оборотам. Было 33000 оборотов. 33000 оборотов. Но как-то, ребята, ничего не изменилось, к сожалению. Это очень странно, почему так? Интересно, а давление увеличилось? А то может и давление упало? Потому что все-таки те дополнительные лопасти, они как бы больше создавать должны давление. Очень странно, ребята. Смотрим токи, какие были. Также 124. Мощность 5100. Мощность уменьшилась. Ток 124. Как-то так, ребята. Как-то непонятно, если честно. Давайте посмотрим на давление. Что-то должно измениться. И вообще не могу понять, почему обороты больше не поднялись. Странно это как-то. Но давление, тем не менее, стало немножко выше. Теперь у нас получается 0,22 бара. Вот такое вот давление. Было примерно 0,02-0,018. Ну вот сейчас немножко выше. И то хорошо. Я, конечно, надеялся на большие результаты. Но почему-то двигатель больше не собирается раскручиваться. Я крыльчатку обрезать не рискну больше. Потому что и это ничего не дало. Видимо, тут фишка в чем-то другом. Такие новости, ребята. Это была попытка повысить давление в компрессоре. В общем-то, немного удалось его повысить. Но незначительно, к сожалению. То есть здесь либо нужно было совершенно другую крыльчатку ставить. Без всяких подрезаний на 90, например, миллиметров. Тогда обороты бы поднялись. А так обороты точно такие же остались. Хотя бы могли бы на 10 процентов подрасти. Потому что диаметр убавился. Но нет, ничего не изменилось. Такие дела. Какая-то, ребята, интересная фантастика. Выкладываю это видео только лишь потому, чтобы узнать ваше мнение. Потому что в принципе особо ничего не изменилось. Даже обороты остались прежними. Как такое может быть, вообще не могу понять. В общем, хочется услышать ваше мнение в комментариях. У меня на этом всё. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите лайками. Всех благодарю за внимание и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok